Добрый день, уважаемые журналисты. Спасибо большое, что пришли. 4 октября в Одессе пройдет третий международный форум Одесса 5Т. 5Т – это основные векторы экономического развития нашего города. Это транспорт, туризм, технологии, торговля и траст. В этих направлениях на протяжении последних трех лет мы, как городская область, презентовали приоритетные инвестиционные проекты, которые мы планировали реализовать. И мы очень рады, что за эти годы большая часть проектов, которых мы представляли на рассмотрении инвесторов, спонсоров, партнеров города, они были успешно реализованы. Что же такое инвестиционный форум 5Т? Это не какое-то предсказание будет за счет. Это наши мечты, мечты команды мэра города Геннадия Леонидовича Труханова. О той прекрасной Одессе, в которой мы все с вами хотим жить. Это… Давайте немного помечтаем. В направлении транспорта – это реализация впервые в Одессе проекта одесского метро, или как мы его называем, скоростной трамвай, одесское наземное метро. Это уход от бесконечных маршруток и переход в более комфортабельные, удобные, экологически чистые автобусы. Это новая транспортная система с большим количеством велодорожек. В направлении туризма – это открытие новых отелей, мировых сетей, это создание новых рекреационных зон, это строительство большой концертной арены, а также многофункциональной спортивной арены в городе Одессе. Что касается развития торговли, то вы знаете, что мы сегодня дарим наших якоря сердца, символ туристический Одессы в другие города и страны, на очереди Стамбул, Марсель, Регенсбург, Хайфа и многие другие города. И по мере того, как мы планируем открывать новые представительства Одессы или кидать якорь в другие города-побратимы, в другие города-побратимы, помимо того, мы планируем открывать представительство торгово-промышленных палат Одессы в других городах. Помимо того, Одесса славится своими айтишниками, своими университетами и школами, и сегодня технологии, айти-технологии, сегодня внедряются во все возможные сферы. Это электронная очередь в больницах, это электронный безопасный город, программы, которые уже сегодня реализованы, это и всевозможные приложения для смартфонов, где любой турист, либо горожанец сможет узнать всю необходимую для него информацию. Помимо того, это и энергосберегающие технологии, и LED-освещение, и многое-многое-многое другое. Ну и, конечно же, уровень доверия к нашему городу из года в год растет. Это подтверждают и международные рейтинговые агентства, такие как Fitch Rating, все наши национальные рейтинговые агентства. Это очень приятно. И сегодня европейские инвестиционные банки, мировой банк, BRD, европейские частные банки сегодня готовы кредитовать и финансировать город под минимальные проценты. Город выполняет досрочно все свои финансовые обязательства. Это все, казалось бы, еще три года назад нам казалось мечтой, а сегодня это уже реальность. И все те новые технологии, новые проекты, инновации будут представлены на новом инвестиционном форуме, который пройдет 4 и 5 октября в Одессе. Поэтому я от лица городских властей приглашаю всех инвесторов, партнеров города посетить данный форум, зарегистрироваться на сайте и принять участие в дискуссиях, в презентациях, а также вносить свои предложения и проекты. Спасибо большое всем. Я хотел бы, может быть, сначала предоставить слово Сергею Николаевичу Тетюхину, директору Департамента экономического развития. Добрый день. Спасибо большое, Павел Владимирович. Спасибо большое, Павел Владимирович, за такое представление. Действительно, та работа, которая на сегодняшний день делается в городе, ее уже можно видеть. И помимо того, что город создает свой инвестиционный продукт, этот продукт необходимо представлять. И, на мой взгляд, прекрасная возможность для представления нашего города – это такая площадка, как экономический форум Одесса 5Т. То есть этот форум уже проходит, как сказал Павел Владимирович, в третий раз в нашем городе. Благодаря тому, что подобные мероприятия проводятся в нашем городе, у нас появляется возможность реализации новых проектов, в частности, в развитии общественного транспорта, в развитии энергоэффективности. И, конечно, за каждой цифрой стоит, в первую очередь, такая подготовительная работа и продвижение бренда нашего города, в первую очередь, на международной арене. Потому что мы конкурируем с другими городами, мы конкурируем с другими странами. И, наверное, сегодня уже можно сказать, что Одесса представлена на международном рынке инвестиций достойно. И это показывают наши партнеры, которые на сегодняшний день готовы вкладывать ресурс инвестиционный, ресурс финансовый в развитие нашего города. На сегодняшний день вы уже видите ряд законченных проектов, которые, в общем-то, повлияли на развитие, в первую очередь, нашей инфраструктуры. Это и обновление подвижного состава общественного транспорта, в частности, обновление троллейбусного парка. Сейчас мы работаем над проектами по безопасности дорожного движения, по реализации проекта скоростного трамвайного магистрального маршрута «Север-Юг». Также мы работаем в сфере энергоэффективности, повышения энергоэффективности зданий бюджетной сферы, что выводит, в первую очередь, управление городом и управление бюджетом на совершенно иной уровень. Хочу немножко добавить такого момента, как еще год назад Одесса впервые за 10 лет получила международный рейтинг от международного рейтингового агентства «Фич Рейтингс». И на сегодняшний день мы имеем снижение процентной ставки по кредитам Европейского банка реконструкции и развития на 1%. И как раз вот сегодня должна быть первая выплата, и мы уже можем посчитать не только репутационные какие-то наши плюсы, но и получить уже совершенно такой реальный экономический эффект, он уже где-то в районе 15 тысяч евро. То есть, соответственно, от одной выплаты город выиграл уже 15 тысяч евро. Таких выплат минимум 2 ежегодно. Поэтому мы и дальше будем развивать систему управления финансами, систему управления инвестиционными проектами. И спасибо большое коллегам, что они действительно работают над вопросом промоушена, над вопросом продвижения, потому что на сегодняшний день это основа конкуренции, а конкуренция – это основа рыночной экономики. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я хотел бы предоставить слово руководителю нашего коммунального предприятия, агентства программ развития 5Т Александре Олейниковой, которая уже более детально расскажет о том, что же будет происходить на нашем международном форуме. Благодарю, Павел Владимирович, благодарю, коллеги. Сегодня у нас действительно важный анонс, потому что уже совсем скоро, через неделю, состоится наш третий международный инвестиционный форум. Каждый год перед нами стоит непростая задача, потому что действительно даже внутри Украины мы очень сильно конкурируем с всеми городами. Каждый год у нас стоит главный вызов. Мы, безусловно, в первую очередь конкурируем с городом Киевом, который сейчас является центром по количеству деловых мероприятий. И мы все равно настаиваем на том, что форум 5Т должен проходить в Одессе. И в этом году мы снова проводим его осенью. Так как у нас есть концепция Одесса 365, мы стараемся наполнять город интересными и важными событиями. Не только в высокий сезон туристический, но также, когда наш высокий туристический сезон спадает, и как раз активизируется вся бизнес-активность. Что уникального будет в этом году на форуме? Мы в этом году действительно ожидаем еще больше международных участников. Для нас действительно это огромная возможность и большая платформа коммуникационная для того, чтобы наши инвесторы, потенциальные партнеры, представители дипломатических кругов, также смогли познакомиться с тем, что происходит сейчас в нашем городе. Помимо этого, мы планируем представить действительно новые проекты, как муниципальные, так и те проекты, которые мы делаем в партнерстве с общественными организациями, а также с частными компаниями, которые есть в Одессе. Поэтому мы планируем представить два интересных проекта для... Один проект будет касательно транспорта, который, я думаю, станет полезен для всех горожан. Действительно, стал для нас неожиданность и приятная неожиданность того, как местный бизнес участвует в поддержке одесситов и предлагает интересные решения для того, чтобы сделать одесскую жизнь комфортнее. А второй проект – это непосредственно проект поддержки... Это первый муниципальный акселератор городских проектов, который уже поможет нам поддерживать среднее и малое предпринимательство и также находить новые интересные ресурсы. Помимо этого темы, этого года у нас стало инновацией, видение будущего, наш такой брендинг новый этого года форума. Мы планируем поговорить обо всех тенденциях, которые сейчас существуют в мире, о том, как искусственный интеллект можно применять уже сегодня, то есть, что это не какой-то космос далекий и непонятный. К нам приедут спикеры, представители компании Amazon, люди, которые работали с Google, люди-эксперты в искусственном интеллекте и эксперты в направлениях ПТТ. Помимо этого, в этом году мы определили очень интересный новый курс для развития города Одессы. В этом году мы очень много будем говорить о киноиндустрии. После нашего летнего форума, после нашего летнего бизнес-дня ПТ, когда мы приглашали кинокомиссии со всей Украины приехать на кинофестиваль и обсудить, что же это такое за новое реяние, что такое кинокомиссия, то уже на форуме сегодня, не, на следующей неделе на форуме мы будем представлять проект «Одесская кинокомиссия», и в связи с этим у нас будет специальный гость, специальная гостья, мы ожидаем ее прибытия. Это тоже станет интересным опытом для Одессы, потому что действительно наш город достоин того, чтобы звезды мирового уровня посещали наш город, для того, чтобы действительно помогали нам продвигать все то самое лучшее, замечательное, что у нас есть. Также у нас большой элемент форума – это экспозона. В этом году мы вдвое увеличили экспозону, в которой будут представлены лучшие услуги, товары, все, что сделано в Одессе. Эта экспозона так и называется «Made in Odessa». И те, кто еще не успел поучаствовать в нашей экспозоне, есть буквально до пятницы возможность подать свою заявку для того, чтобы поучаствовать в этом стенде, который будет целый день работать 4-го числа. 4-го октября мы проводим большой саммит в Садах Победы. 5-го октября уже непосредственно панельные дискуссии пройдут в нашем нетворкинг-хабе. Это гостиница «Иди Камерон». Помимо этого, еще один важный момент – мы презентуем наш новый проект – это грантовый офис «Одесса 5Т». Презентация пройдет 5-го октября в 10.00 импакт-хаб Одесса. И там мы уже непосредственно расскажем, как этот орган будет работать, как он будет взаимодействовать с нашими общественными организациями, и выработает планы и стратегии того, как будет действовать в ближайший год. Помимо этого, мы планируем, что приедут к нам представители правительства, которые расскажут о государственных стратегиях, в вопросах 5Т, что также необходимо нашему местному бизнесу для того, чтобы находить понимание о том, куда движется государство в целом, какие возможности сейчас предоставляет, и в рамках процесса децентрализации, чтобы мы смогли максимально оперативно обменяться информацией, показать наш потенциал, и какие проекты сейчас есть, которые требуют поддержки, в том числе и нашего государственного аппарата. Опять же, все, что будет касаться инвестиций, мы поговорим о блокчейне, и поговорим обо всех новых технологиях, о смарт-городах, о новых логистических возможностях. У нас спикеры предполагаются и из разных стран, это Италия, и к нам приедут гости из Туниса, и из Франции, то есть у нас действительно такая обширная география, которая очень приятна, что растет с каждым годом, и каждый год вызывает все больше и больше интереса. У нас даже буквально пару дней назад была, наверное, самая интересная регистрация, у нас на сайте форума зарегистрировался мэр Днепра, господин Филатов, это, наверное, такой самый неожиданный момент касательно регистрации, так что у нас даже есть шутка, что уже мэр Днепра зарегистрировался, чего же ждете вы. Поэтому мы действительно приглашаем всех, кто интересуется вопросами инвестиционного продвижения, мы вновь напомним, как мы взаимодействуем, как мы предлагаем продвигать все или иные проекты, как мы можем помочь бизнесу, какие сейчас есть приоритеты города, поделимся нашим стратегическим видением. И все это будет происходить уже совсем скоро, 4-5 октября. Регистрация сейчас доступна на сайте forumpt.com.ua и все, кто хочет попасть на форум, очень просим, чтобы прошли регистрацию именно там. Спасибо за внимание, будем рады всех видеть уже через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok